Водители в пижамах пришли на кофе-пой. Они спят в своих машинах. Скоро начнется лето, будут в трусах тут все бегать. Славуня сегодня тоже утром с Лукой в 5.45 уехали в Ливорну. Поехали туда, до Симоны. Вчера Луки не было на работе. Смеялась Асослава. Он приехал ко мне на обед, надо было его снять, конечно же. На голове вот такая вот пляма с мазутой. Говорю, Тереза, тебя не было. Точно, что сын Далматинца был, где он только своей головой не лазил. Пришел домой, руки черные, все черные. Ничего даже не поотмывалось. В общем, знаете, ну первый раз. И туда поедете, это привези, это сделай. Знаете, как оно еще без языка это. Луки звонят, дают, ну, говорят, там поломалось, там поломалось. Он ему пишет сообщение, сделай то-то-то-то. И вперед. Он говорит, день пролетел, не заметил. Но главное, что справился. Я говорю, а Яшу? И я на кухне одна. Вчера, говорит, так, для машин надо это, это, стойки стабилизаторов, подшипники. Там какая-то жидкость в коробку передач. В общем, мы с Аленой сидим, наблюдаем. Слава лежит на диване. Так, в общем, на семейном совете мы решили, если в машинах что-нибудь ломается, то ремонт идет за твой счет и твоими же руками. Мы уже и так все фильтра поменяли, масла поменяли, резину поменяли. Шо еще? Алена говорит, зачем эти машины, блин, вкладывать деньги? Пока едет, пока едет. Он говорит, да, поедете, вы, говорит, одно колесо в одну сторону, другую в другую. Ну, в общем, в общем. Женщины пытались покомандовать, но ничего у них не получилось. Так что придется ремонтироваться. А что сделаешь? Ну, у нас сегодня пятница. Сейчас поделаю заказы, не знаю, что буду готовить. У меня этот уборщик. Еля, что ты сегодня готовишь? Я говорю, дай проснуться, блин, дай проснуться, дай я отойти. А то идти, а то сна. Ну, ты ж повар. Я говорю, сейчас зайду в холодильник, гляну, что у меня лежит, и соображу, что я буду готовить. Я говорю, еще я с вечера не думала. Делать мне больше нечего. Таблеточку, аспирина. Шучу. Это хлорка. И поехали. Рагу ала болонезе. С украплениями морковочки, с мясом. И бешамель. По-нашему. Заваренная на кофейной машине. Что получится? Правильно. Лазанья. Сейчас все смешаю. Лазанью перемажу, намажу. Хотя, должна я вам сказать, мы жители Генуи. И у нас больше любят лазанью, альпеста, без всякого мяса. Ну, сегодня будет с мясом. Суббота, воскресенье. Они будут на диете сидеть. Так что, давайте их накормим. Первый раз едем в Ливордо. То я думал, что мы там были, а мы там не были. Смотрите, я как раз. Кави ди мармо. Кави ди мармо? Так, что там рамборные скалы. Вот так вот, вот эти брызги. Они как нарисованы. Это тут самый известный белый мрамор, который продают по всему святому. Это трафико. Велком в Италию. Велком в Италию. Трафико... Окей, трафико. Нет трафико, нет партий. Но тут красиво, да. Как тут нижние заворы. Класс. Ну что, мы уже доезжаем до Ливорно. Похоже на Киевскую область. А Лука говорит, что сеньору ливорнянку, да? Ливорнези. Надо выбирать в Ливорно, потому что тут они самые красивые, типа, в Италии. Ну, это как, вот у нас есть город Невес. Кто там, Первомальцев, или Вознесенцев, или Южноукраинцев. А у нас в любом городе город Невес. Значит, наши девчата сами горнейшие. Ну, а тут надо ехать в Ливорно за ними. Ну, сейчас поплачем. Что тут, с чем тут. А вот что мы проезжаем, цей мраморный завод. Где они его пиляют, шлифуют и все остальное. Они здоровые такие. Ну да, тут, в принципе, и горами маленькие. Спинелли. Марма. Марма, марма. Солди, солди. Солди, грану. А рыбу ловлять вон и, как и у нас, эти пауки. Бачите? Че, яких там все называют. Ну, мы их называли паук. Опустил сеточку, макухой туда насыпал. Через 15 минут 5 днем полного рыбы. И все. Приехали. Почти. Это точно, как цель. Киев-Одесса. Хех. Смотри, как... Черкашская область. А, ума. Все, мы же... Дома. Видите, все это самое. Видите, все это самое. Видите, все это самое. Видите, все это самое. Я буду жить в этом магазине. Шукайте меня тут. Видите, все это самое. Там воно, какие-то мухи прошлогодние, теребонькались, засохли. Видите, все это самое. 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 А ну. Швирюга. Вот и не три мотора. Мама дай. Видите. Красиво. Тут поля. Лес. Видите. Три сотни. А по-моему сотни. А по-моему сотни. Сто семьдесят теркелла. Здесь полтора часа ездить. Вот там. Вот там гора, когда живут люди побогаче. А вдоль дороги, как говорят, какие-то бомжи живут. Я так вот дивлюсь и думаю, что я уже скоро стати итальянским бомжом. Будешь, мама, до меня в гости приедешь. А на пенсии будешь соби зранку встала, чепуреков нажарила, пельменей налепила. Заварила термос кофер. Висла на дорогу, продала. Нормально. Как в Жашковилку. По всех трасах, в принципе. Я просто знаю дикой Зажажки, або я дикой там. Ставасиме. Ну все. Такие городики. Садочки. Воно там, где его добывают. Более горы, бачите. То не сніг. То они такие и есть. Вообще оно бесчистно кувается двумаром, красиво И тут мы уже были, оно било та деревня наверху Это историческая родина Лулкиного папы, куда он проезжал в детство на летние каникулы Теперь я понимаю, откуда он знает про этот самый лучший сыр в районе Ну, уже сбрится, но ничего Специально заехали с трассы, бог знает куда, чтобы заехать в какой-то маленький магазин Где Лука, говорит, продают самые вкусные сыры, там разные Я взял то же самое с Лука, там моя мама разбирается с Аленом и поделится Диета, диета Диета, здесь у нас есть лук, лук, лук Лук, лук, топ-class Вот здесь, ты возьми как пакет Здесь у нас есть лук, лук Один nation, это Здесь у нас есть лук, лук, соли и пепель Диета 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 Просто вещь.